О-о! Настоящий транспортный коллапс происходит в начале водопроводной. Сообщение анонимное о заминировании автовокзала Привоз поступило около 10 утра. Всех людей эвакуировали. По словам водителей, баршруты автобусов не изменили. Но вот как людям в них садиться, этого также не объяснили. Поэтому сейчас посадка пассажиров происходит за территорией автовокзала Привоз. На месте работают полицейские. Продолжается проверка. Заминировали автовокзал. Как давно? Вот только, получается, поступила информация о том, что здесь заминировали автовокзал. И что, людей эвакуировали всех? Ну, не знаю, перекрыли и движений какого-то нет. Есть еще какие-то сообщения? И вообще, что вы видели? Ну, я не знаю, заехала, получается, скорая помощь. И полиция заехала. И говорят, что будут сейчас там что-то проводить. Толпы людей в растерянности. Из-за натянутых сигнальных лент вокруг автостанции пассажиры даже не знали, кого спросить, что происходит и как найти свой автобус. Известно ли вам, будет ли ваш автобус и во сколько, и как садиться в него? Неизвестно, я не знаю, когда он будет. Говорят, что неизвестно, говорят. И сумку не можем забрать с камеры. А давно вы ее там оставили? Ну, час назад. Многие водители сами не знали, что ответить. Пока саперы и кинологи искали взрывчатку, многие вынуждены были менять планы. Да и как оповестить пассажиров о месте посадки в транспорт, никто не подумал. Приходилось ходить вдоль дороги и зазывать всех желающих. Все в силе. Все ездим, видишь? Да, но людей-то не пускают внутрь. Как они могут купить билеты, сесть? Мы выедем все равно. Так вы не выезжаете на берегу. Серьезно, вы становились на погрузку. Вы собираете людей здесь на выезде, да? Да. Информацию о том, что сегодня якобы так же поступали звонки о минировании рынка привоз и железнодорожного вокзала, полиция провергли. На операцию по поиску бомбы оперативники потратили чуть более часа времени. Дмитрий Богомолов, Владимир Рыбжич, телеканал Репортер.